Планета Агро 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 Странсовались, развивались, чтобы у всех у нас, всеми был мир, было благополучие, чтобы все у всех получалось, чтобы все были довольны и счастливы, чтобы все, что мы планируем, у нас всегда обязательно получалось, чтобы мы получали тех результатов, на которые рассчитывали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Но также у нас есть нормативно-техническая документация, это наши ЖТУ, разработанные специально для нашего предприятия, на основании которых мы тоже также либо используем эти названия, либо заводим какие-то новые. Новогодняя традиция Мы были счастливы, никто не знал печали, горя, все были здоровы и всегда улыбались. А мы для этого будем выпускать здоровую и качественную продукцию. Новогодняя традиция Николай дает свой небольшой совет, как правильно выбрать икру из осетровых рыб. Итак, запоминайте. Во-первых, нужно потребовать сертификаты соответственно на эту игру. Это во-первых. Во-вторых, я бы еще убедился, есть ли у этих продавцов, либо это кто магазин или сам владелец этого хозяйства продает, есть ли у него вообще рыба, есть ли у него осетровое хозяйство. Просто у нас много продавальщиков, так сказать, у которых нет ни рыбы, ни хозяйства рыбного. Но они продают откуда-то, берут из-под полы икру. Продают. Но хорошая икра на самом деле не факт, что дорогая. Просто нужно найти проверенных людей, кто будет продавать, поставщиков, у кого есть свое хозяйство. В Краснодарском крае таких как бы около 10 хозяйств осетровых, кто выращивает рыбу и продает икру. Я бы хотел пожелать, чтобы у каждого в Новом году была баночка икры, ну минимум 250, а еще лучше 500 грамм у каждого. Я желаю счастья, добра и чтобы ваши мечты исполнились в Новом году. Вы смотрите авторскую телевизионную программу «Планета Агра». Предстоящий год пройдет под господством желтой земляной свиньи. По мнению астрологов, это обаятельное животное благоволит аграриям, но особенно фермерам. Следующий год будет находиться под влиянием 12-го знака китайского гороскопа – желтой земляной свиньи. На первый взгляд ленивое, нечистоплотное животное проявит совсем другие качества. Свинка принесет удачу почти во все сферы жизни. Честный труд будет в почете. В финансовом плане год станет успешным для трудолюбивых, целеустремленных людей. Не стоит затевать авантюры, строить козни конкурентам, вести нечестную игру. Свинья этого не любит. В этом году риск не будет благородным делом. Не ввязывайтесь в сомнительные дела. Лучше удержаться от кредитов и не брать деньги в долг. Особенно благополучным год будет для фермеров и аграриев. Терпеливых, усердно работающих, прагматичных людей свинка наградит сполна. Грядущий год – хорошее время для саморазвития и изучения чего-то нового. Вот так на фоне новогодней елки мы завершаем седьмой сезон авторско-телевизионной программы «Планета Агро». Спасибо вам, что все это время вы были с нами. Я, Елена Лазарева, и мои коллеги искренне желаем вам волшебного Нового года и сказочного Рождества. Пусть все ваши заветные желания исполнятся. До встречи в новом 2019 году!